Всем привет! С вами Евгений Соловьев. Недавно я снял ролик про то, как выбрать масло для автомобиля Skoda. Кто не смотрел, ссылочка в правом верхнем углу. И многие спрашивают, Женя, а ты сам-то что заливаешь? У меня Skoda Octavia 1.8 TSI, и я еще в ролике сразу предвидел этот вопрос. Сразу сказал, что эта тема большая, длинная, и, к сожалению, мне для того, чтобы объяснить, что я заливаю и почему, в рамках того ролика на этот вопрос не ответить. Поэтому снимаю для этого отдельный ролик. Для того, чтобы объяснить вам, как я выбирал масло, мне придется рассказать целую длинную историю, которая длилась на протяжении года. Год назад мы с Димой решили создать канал Автология. Если не знаете, ссылочка в правом верхнем углу. Там разные тесты, обзоры на разные автомобили, не только на Skoda. Мы решили снять соревнования между катером и автомобилем. У нас был партнер Сергей, он автогонщик. И тогда я впервые услышал название бренда Prolong. Я не знаю, слышали вы или нет, потому что в России Prolong 15 лет, но с разной активностью маркетинговой. Последние годы ее практически не было, поэтому вполне возможно, что вы и не слышали. И он рассказал, что они, то есть спортсмены, используют продукцию Prolong в своих автомобилях гоночных, потому что благодаря этому машина может выдерживать больше оборотов, больше нагрузки и, соответственно, приходит к финишу раньше. Я подумал, ну окей, ладно, Prolong и Prolong. Да, как вы понимаете, сейчас речь идет не столько про масло, сколько про основной его компонент или присадку, если хотите, которая называется FMT. FMT это такая штука, я вам даже сейчас покажу ее. Да, вот так вот выглядит бутылочка. Что делает? Снижает трение, снижает температуру рабочих поверхностей, ну и, как следствие, снижает износ. Там уровень шума, ну и бензин расход топлива и так далее. Дальше все идет по списку, то есть там достаточно большой список всего, что делает FMT. Причем FMT состоит только из нефти, то есть там нет каких-то твердых частиц, там либдена или там каких-то, еще карьерных, как у нас, да, ну знаете, все эти бренды, которые зашкварились. FMT является уникальным продуктом в мире, то есть больше такого ни у кого нет. В свое время компания Golden West Lubricants, которая является производителем, запатентовала этот состав, да, есть патент, я ссылочку оставлю в описании, кому интересно, почитайте. И на этикетке всех своих канистр наклеила вот такую вот надпись, где написано, что равных в мире нет. Естественно, так это Америка, тут же пошли суды, куча судов, все начали предъявлять. Тогда Golden West Lubricants объявила конкурс, кто предоставит смазку с похожими параметрами, соответственно, не нарушает патент, получит миллион долларов. Никто не смог миллион долларов получить, потому что никто не смог предоставить смазку, и таким образом были выиграны все суды, и вот этот вот девиз, он до сих пор красуется на всех бутылочках. А что такое, когда у нас снижается температура в два раза практически, да, как показали тесты? Почти на 80% снижается износ в 6 раз, и снижается трение в два раза. Что это значит? А это значит, что решаются такие проблемы, как появление задиров, там разных Ниссанов, там проблемы с четвертым цилиндром и так далее. Естественно, мы говорим про то, что автомобиль выхаживает максимальные пробеги. И, кстати говоря, прикольно, вот в Америке есть гарантия на двигатель пожизненный. Кто использует продукцию ProLong и заливает раз в полгода хотя бы ее, отмечает свой пробег, отмечает, что он заливает, у него есть страховка на двигатель пожизненная. Если двигатель умирает в упрещении масла, да, то ему выплачивает страховку. У нас тоже такая штука есть, но пока что не работает. То есть надо разбираться, возможно, она, возможно, ее подключат позже. Пока что она работает только для каких-то крупных промышленных предприятий, там, где очень дорогостоящее оборудование, потому что ProLong там тоже решает огромное количество проблем. Для автомобилистов пока что нет. Следующее, когда я столкнулся с ProLong, это были ребята, потенциальные спонсоры опять того же самого заезда, который мы хотели, лодки и машины. У них автосервис, где они перебирают коробки передач автоматически и дают на них пожизненную гарантию. Я спросил, как вообще пожизненную гарантию вообще возможно давать. И они, опять же, рассказали мне про ProLong. При этом не просто рассказали, а показали, как он работает на машинке трения. Тогда, конечно, меня это сильно удивило, потому что они взяли масло Shell, очень хорошее масло, и взяли масло, в которое добавлено это FMT. И разница, конечно, она там просто космическая, колоссальная. Вы сами можете посмотреть, таких видео очень много. Я сам оставлю ссылочку на сравнение с другими маслами в описании. Основная фишка в чем? Основная фишка в том, что FMT это хлорпарафины, которые никто не мог стабилизировать. То есть они идеально смазаны, они липнут к поверхности металлической, только появляется давление, то вызывают какую-то космическую коррозию, все разъедают. А Gold West Lubricant смогли стабилизировать эти хлорпарафины, то есть нашли способ это сделать и запатентовали его. И все, и пожалуйста, у нас есть супер смазка, которая защищает в том числе двигатель, когда он на холодном пуске. То есть когда вы заводите двигатель, у вас все каналы, они пустые, все масло, оно стекло. А FMT, оно липнет к металлу, и поэтому двигатель защищен всегда, даже когда при холодном пуске. Усилие на разрыв масляной пленки FMT 200 тысяч PSA, это фунт на квадратный дюйм. Американская мера, потому что масло американское. В то время как у топовых автомобильных моторных масел это где-то 5000. То есть представляете, 200 тысяч и 5000 какая разница. Ну естественно, FMT полностью двигатель не заливается, заливается там максимум 10, ну в экстренных случаях 15% от масла. Хотя спортсмены, которые, ну прям серьезно-серьезно готовятся, они чуть ли не до 50% бывает льют. Но нам это много. Так вот, эти ребята в автосервисе перебирают автоматические коробки передач и дают на них пожизненную гарантию. Да, единственное, что они делают, они в эти коробки заливают FMT. Там не в чистом виде, там есть другая немножечко присадка, но обо всем по порядку. Сейчас я просто про один продукт расскажу, иначе у нас выпуск получится очень длинный. Через какое-то время я познакомился уже непосредственно с представителями пролонга в России, которые сюда его привозят. И я скажу так, что я послушал еще их. Я перебрал огромное количество всевозможных лабораторных тестов, анализов, на которые там сдавали это масло, сдавали отработку. Ну, в общем, очень большое количество материала я перелопатил. И понял, что действительно вещь очень крутая. И, ну, мало того, я начал сотрудничать с пролонгом. Но сотрудничать не так, что я как блогер что-то там прорекламировал, а в моем профессиональном плане. Но так как продукт действительно мне очень сильно зашел, то я вам про него рассказываю. Дальше. Так как последние пару лет пролонг было действительно очень сложно купить, этому оно было сделать в основном в Мурманске, во всех остальных местах были проблемы. А вот последний год с карантина, так вообще. То, когда мы начали этим вопросом заниматься, вплоть до того, что телефон не работал. На сайте повесили рабочий телефон и начали тут же приходить люди. А так как я нахожусь в офисе, где непосредственно все это происходит, куда эти люди начали приходить, я начал слушать огромное количество историй. Честно говоря, чем больше я их слушал, тем я больше удивлялся. Например, приходит человек в офис и начинает рассказывать историю про то, как 10 лет назад они 8 грузовиков с Владивостока груженных гнали в Питер. Тогда еще не знали, что такое ФМТ, поэтому залили в половину на всякий случай. Вот эта половина доехала и потом еще долго ехала, ездила и потом их продали. А те 4, в общем-то, списали. Я так понял, что они еще и не доехали даже до конца. Не знаю, в каком они были состоянии, но тем не менее. Вот человек пришел и покупает себе. И такие истории, конечно, впечатляют. Их много. Один прибежал вот с такими глазами, он перебирал раздатку на своем джипе, доехал от Мурманска до Санкт-Петербурга, и ему что-то не понравилось. Он заехал в сервис и выяснилось, что когда перебрали ему раздатку, забыли масло туда залить. Но так как до этого он обрабатывал ее Пролонг Трансмешн Трипмент, там есть такой продукт, то нормально раздатка выдержала и доехала от Мурманска до Питера. То есть залили масло и дальше он ездит. И вот он с такими глазами примчался покупать вот эту бутылочку Трансмешн Трипмента. Еще приходил человек с пробегом 2 миллиона, правда там грузовик, но он говорит, что с носа вообще нет двигателю. Вот он тоже там заливает АФМТ. Таких историй очень много, я просто не буду все пересказывать. Действительно их очень много. Там есть продукты для умирающих двигателей, которых там подшипники гудят. Там есть такой стабилизатор вязкости, у которых масло жрут. Тут, кстати, к вопросу о том, что некоторые двигатели Шкоды едят масло. Вот было бы очень интересно мне именно со Шкодой попробовать стабилизатор залить. Ну, про стабилизатор я потом расскажу. Сейчас мы в лучшем случае про АФМТ, потому что очень много слов, очень много незнакомых и не хочу, чтобы ролик смазывался. Вот, соответственно, погрузившись в это все, я понял, что я тоже хочу использовать этот продукт. Мне он действительно очень нравится. И когда я узнал, что у нас там все уже лукойл, льют Шкоду, я сейчас обслуживаюсь раз в год, поэтому ТО делаю, поэтому как раз к этому ТО, я понял, что я лукойл не хочу, тем более, чтобы там посмотрел тесты. Ну, они, я в прошлый раз рассказывал, ну, как бы вызывают сомнение у определенной группы людей, которые разбираются в масло. Какое масло выбрать? Так, я решил залить себе 10% АФМТ, то я решил взять себе масло-проломку, такое вот, потому что в нем уже 3% АФМТ есть, и нужно добавить только 7. Соответствует 504-му допуску, ну, и, в общем-то, 5W30, и 3% уже залито. Я сейчас не знаю, сколько проехал, ну, тысячу километров, наверное, еще не проехал, катаюсь там пару недель на вот этом масле, пока что еще АФМТ этого не добавлял, то есть там только 3%, надо для первого раза 10, обработали двигатель, потом можно лить уже 5. Либо использовать масло само по себе. Пока что я решил поездить немножечко на масле. Если честно, мне сейчас, чтобы его откачать и долить туда АФМТ, нужен какой-то сервис. Вот сейчас поеду к Юрике Диаки снимать с прошитой ДСГ, вот, откачаю масло, залью АФМТ. Вот, а все дело в том, что когда я масло брал, у меня еще АФМТ не было на руках, я привез к дилеру, а дилер мне масло перелил, представляете? То есть он мне вбахал туда на 600 миллилитров больше, и мне потом пришлось возвращаться, чтобы они это дело откачали. Мало того, что масло само по себе, ну, как бы не самое дешевое, да, и у меня до оливки должно было пол-литра остаться, а теперь это все вылилось непонятно куда, а теперь надо еще отливать для того, чтобы залить АФМТ. Ну, такие дела. Вот, поэтому, когда залью, покажу, расскажу. Пока что из интересных вещей попробовали мы с нашим подписчиком. Две одинаковые машины, Skoda Octavia 1.8 TSI, мы их вместе погоняли, поставили на площадку и начали смотреть на температуру масла. Две машины ездили сейчас примерно в одном режиме, обе 1.8 TSI, вот, с пролонгом, с маслом, температура 103 градуса. Идем смотреть вторую. Вот, с обычным маслом. 105 градусов, то есть разница 2 градуса у нас. Вот, у машины с пролонгом, у моей температура масла стабильна на 2-3 градуса меньше, чем у той машины. Я не знаю, насколько это связано именно с пролонгом, может быть, связано с тем, что там у той машины просто и защита картера, но наблюдение интересное. Добавлю FMT, посмотрим еще. Постепенно буду вам рассказывать про эксплуатацию, что происходит с автомобилем, какие у меня наблюдения, да, что будет с расходом топлива, что будет с какими-то динамическими характеристиками и так далее. Буду рассказывать про какие-то продукты, но мне важно, чтобы это было не в ущерб основному контенту, поэтому выпуски будут выходить не настолько часто, но иногда все-таки буду рассказывать и про свою эксплуатацию, и про разные другие продукты. И мне действительно очень интересно, если у кого-то машина прям жрет масло, жрет-жрет, вот, мне очень интересно попробовать стабилизатор на Шкоде. Поэтому пишите, если вы в Питере, то попробуем, испытаем, запишем и снимем ролик потом. Говорят, что просто изумительный эффект, то есть, особенно если старый какой-то мотор, и он там весь гудит, трясется, да, заливает, и, говорит, прям на глазах он так успокаивается, начинает ровно тихо работать. Но это не про FMT, это про стабилизатор, поэтому про применение здесь тоже очень важно смотреть, как применять, для того, чтобы делать это правильно и корректно. Надеюсь, этот выпуск был для вас полезен. С вами был Евгений Соловьев. До новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok